Игрозор Здравствуйте! С порядковым числом вроде как разобрались, давайте представляться. С вами сегодня Александр Кост, Максим Кулаков и Глеб Мещеряков. Все вы очень радужно восприняли и продолжаете радужно воспринимать переход на двухнедельный формат, так что мы со спокойной душой двигаемся намеченным курсом. Да, переходим к оглавлинию. Глеб? Переходим. Новости. Хомфронт имени Крайзис, Синдикейт имени Ридика и другие невероятные пересечения брендов и жанров. Новое место работы Томаша Гопа и кое-чего о деньгах. Блиц-ревью. Зоу Фарес раздался по округе во второй раз. Также познакомимся с милой игрой о братьях наших меньших и узнаем экспертное мнение Кирилла Орешкина о Red Orchestra 2. Интересности. Дубляж дебютного трейлера Max Payne 3 и старые добрые закадровые озвучки на тему Never-Dead и DLC Dragon Age 2. Модный вестник. Загадочная история простого парня Стэнли, работника под номером 427. Модификации на движке Source. О да. Секретные материалы. И во второй раз подряд рубрика целиком и полностью посвящена одной игре. Давайте-ка поизучаем остров Баной. Рубрика «Фак Ю» вернулась. Да, она сделала это еще в прошлом выпуске, но мы еще раз подчеркиваем данный факт. Почему? Узнаете. Итак, начнем, пожалуй. Нынче у нас просто дохренища новостей по части шутеров и боевичков. Какой части? В смысле? Ну, какие части боевиков и шутеров? Ты знаешь, в основном вторые до третьи, что, кстати, отлично характеризует последние тенденции, надо заметить. Да, сиквелы и триквелы тащат. Новые проекты начинать многим западло. Есть такое. Ну так, короче, с чего начнем? Хоумфронт, баттла, третий эпизод Халфы, а? Скажите мне, что вас больше всего интересует? А, херня. По поводу кода нет ничего? Ну, ты сождаешь. Тут что-то о третьем эпизоде всплыло, а ты все туда же. Вообще-то это был сарказм. Просто задолбало, что меня все ассоциируют с кодом. Конечно, мне и другие проекты интересны. Да о чем вы говорите вообще? Зрители, наверное, уже описались в нетерпении услышать кое-что про третий эпизод. Предчувствие праздника лучше самого праздника, не ты ли говорил? Ну, пределы тоже знать надо. Я вот, например, без отпуска уже третий год работаю, и его предчувствие, конечно, приятно, но знаешь ли... Так, давай уже про третий эпизод. Короче, в коде, не в том, с которым все Сашу ассоциируют, а в программном коде бета-версии второй доты, умельцы-копатели обнаружили занятные строчки. Как видите, в каталоге с названием ЕП-3 можно обнаружить кое-какие пушки, даже огнемет затесался. Собственно, понятное дело, что все это отсылает нас к третьему эпизоду. Вопрос только один. Когда его уже выпустят? Не, у меня другой вопрос. А вдруг эти строчки вообще просто случайно завалились на компе какого-нибудь программера с 2006 года? Такое же может быть? Может, конечно. А может быть это вообще розыгрыш? Троллинг неизвестного бойца? Кто знает? Да, конечно, питаться подобными информационными огрызками сил уже нет никаких. Неужели Вэлф не понимает, что кредит доверия, какой он был ни был, рано или поздно может быть исчерпан? Да, вот у меня тоже раньше всегда была твердая уверенность в правильности пути гейба и компании, но что-то как-то сейчас начинают закрадываться подозрения на этот счет. Зато DICE со своим Battlefield идет верным курсом определенно и скоро уже придет. Напомню, что релиз боевика намечен на 25 октября, но пощупать проект своими ручками можно будет уже в конце сентября, 29 числа. Именно на эту дату намечен старт бета-тестирования, в котором можно будет погонять операцию метро, обильно засвеченную во всяких разных трейлерах. Ну а у особо жаждающих фанатов есть возможность войти в тест на пару дней раньше. Для этого требуется наличие ограниченного издания Medal of Honor в списке купленных игр, ну и предзаказ самой баттлы. Это все, конечно, здорово, но прежде чем бегать с радостными воплями по квартире, советую обратить ваше внимание на системные требования игры. Эмм, так мы же их вроде уже показывали в игрозоре, там все не так уж страшно было. Вот я, кстати, и хотел спросить, что за херню вы там показывали? Системные требования официально названы вот только на дня. Вы вообще присматривались? Глеб, вот у тебя видеокарта какая стоит? У меня? Ну, как у всех, с кулером нормальная видеокарта. Ну давай требования-то покажем, че уж, для лучшего усвоения. Короче, вы сейчас смотрите на прям вот официальнейшие системные требования. Максим отвечает. Да, Максим? Ну, во всяком случае, из официального источника, да. Ха-ха, да-да, смотрите, официальные. Я в этот раз монтирую, могу на фон хоть и сиськи поставить, так что аккуратней. Ха-ха, низменные методы ради зрительского признания используйте. Давайте еще материться будем через каждое слово. Ну аху**! Да, б***ь! Да, продолжайте в том же духе. Я пока про Хоумфронт расскажу, раз уж ты его в самом начале упомянул. Хотя, в принципе, че там особо рассказывать. Хоумфронт 2 случится, и запланирован он на такой близкий 2014 год. Но главная фишка не в этом. Внезапно разработка сиквела доверена компании Crytek. Слыхали про такую? Да-да, конечно. Они изобрели понятие графа дрочерства. Ага. И не только изобрели, а уже сколько лет занимаются активным продвижением в массы. Удачно получается, надо заметить. Чего только стоит такое близкое любому русскому выражение «не как в Крузисе». Ну вот есть шанс, что во втором Хоумфронте все будет как в Крузисе. Пожелаем удачи разработке. Замечательно. Давайте уже немного отойдем от шутерной темы и поговорим о делах ролевых. Не так давно Томаш Гоп, человек, которому все должны быть признательны за создание виртуальных ведьмаков, взял да и ушел из своей родимой CD Projekt, мотивировав это тем, что устал от всех этих компьютерных штук и организм его требует отдыха. Все ясное дело поверили. Человек уважаемый и прежде вранья за ним вроде как не наблюдалось. И что же, набрехал, Томаш? Набрехал, да? Ой, набрехал. Всплыло его польское тельце, так требующее отдыха, не где-нибудь, а в компании City Interactive, знаменитой своими шутерами и чуть менее шутерами. А что, City решили начать делать еще и рпг? Видимо, да. Но их план может накрыться медным тазом, так как благодаря пану Гопу есть риск получить на выходе совсем даже и не гуку, а очень даже приличную рпг. Сам проект еще не анонсирован, но ориентировочно должен родиться в 2013 году на всех трех основных платформах. А че это вы мое когда-то коронное слово себе присвоили? Называть игры г**ом моя прерогатива, не надо тут плагиатить. Кстати, о чем мы г**у-то запикиваем? Да грубо как-то. То ли делать дерьмо. Нормальное литературное слово. Не, звучит не так сочно. Сочно. О, господи. Давайте закроем все же эту тему и пожелаем приятного аппетита всем трапезничающим. Да, кушайте только здоровую пищу. Ладно, вспомнили мы с вами боевички, рпг, дерьмо. Пора вспомнить еще что? Вспомнить что? Вспомнить все, Пола Верховена. Отлично. А я вообще-то про стратегии. И не простые, а классические. Ну, классическую точнее. Имя которой Синдикат. Глеб, ты ж у нас пораженный олдфак, может просветишь на эту тему? Ну, олдфак-то я олдфак, но Синдикат, помнится, меня как-то вообще не зацепил. Могу только сказать, что это был такой добротный киберпанк. Корпорации там всякие, импланты и прочий Deus Ex. Совершенно верно. Напомню еще, что оригинал вышел аж в 1993 году из-под руки уже почившей компании Bullfrog. И вот слухи о продолжении, которые все ходили, ходили, да не могли никогда идти, собрались силами, сделали решающий рывок и превратились в официальную информацию. Electronic Arts на пару со Starbreeze Studios перезапустят Синдикат. Причем уже в 2012 году. Ну, у Электроника все быстро делается. А именно, что перезапустят, то бишь это не продолжение вовсе? Да это вообще даже не стратегия будет. Сеттинг и атмосфера старые, но речь идет уже о боевике от лица одного из суперагентов будущего. Майлза Кило. А ты уверен, что Кило, а не Кило? Было бы забавно. Приходишь в корпорацию и на ресепшене спрашиваешь, мне, пожалуйста, Кило Майлза. Да посвежее. Честно говоря, Синдикат этот как-то и мимо меня тоже проскочил. Но если уж разрабы смогут замутить что-то доус-экса подобное, то кто ж против? Да. Тем более, что Starbreeze может. Ой, как может. Согласен, контора хорошая. Ридик, помнится, тащил. Да и сейчас тащит. Так, ладно, у нас осталась горстка мелких новостюшек. Давайте с ним побыстрее и уже дальше пойдем. Давай, давай, че там. Во-первых, наконец-то официально подтверждено, что подписки в ММО сдают свои позиции, а фри-то-плей набирает мощь. Доходы от первой схемы снизились на 5% по сравнению с предыдущим годом. Ну а бесплатность начала приносить на 24% больше денег. В общем, цифрами подтверждено то, о чем говорят уже хрен знает сколько времени. Ну да. А, кстати, раз уж о деньгах заговорили, в Стиме теперь игры продают за рубли. Да не может быть, Максим. Брейкинг, блять, ньюс. Не, ну сказать надо было. Я вам как раз тоже хотела об этом упомянуть. Ну ок, и последнее на сегодня. Dead Space 3 готовится. При съемках какого-то там видеосюжета из конторы разрабов спалился рекламный плакат с соответствующей надписью. Не удивлюсь, если он специально спалился. Короче, третьему мертвому космосу быть. Ну, как бы и хер бы с ним пока что. Ну, так-то да. Боже, Саша, что с тобой? Ты плачешь? А с глазами-то что? Да ты кровью плачешь! Да, но, уважаемые зрители, вот такой вредной порой бывает и наша работа. Дали Саше видеообзор Колу Хуарис картель делать, а результат тут такой вот на лицо. Или на лице. Ну ты как там, Саша? Пускай от немного. Ой, да вроде. В общем, я только вкратце резюмирую. Ужасно скучная и неинтересная игра, но просто ужасно. Даже не верится, что авторам удалось так испортить серию. Сюжет никакущий, перестрелки унылые, геймплей однотипный. Да, кооперативное прохождение мультиплеер имеется, но они не спасают ситуацию. Слушайте, а мне кажется, или тут с фокусом какая-то фигня творится? Постоянно перемещается, и я порой вон даже врагов не могу разглядеть. Вот-вот, я рада, что ты заметил. Я потому плачу кровью, что это жуть, а не картинка. Так что мой вам совет, не играйте в это, а то, как говорит моя мама, глаза сломаете. Вот уж действительно. И давайте выключайте, а то у меня мозг сейчас с тобой глядя сломается. Предлагаю переключиться на что-нибудь ненавязчивое, спокойное и релаксирующее. Вот, к примеру, Ruins. На первый, да и не на первый взгляд, игра представляет собой несложную погоню черной собаки за кроликом, происходящую в каком-то странном месте, больше похожем на мираж или просто игру воображения. Ой нет, только нет, опять все плывет, все размазано, я этого не переживу, я плачу слезами, я плачу слезами. Так, предлагаю Сашу отправить отдыхать, а мы с тобой разберемся со столь психоделической сегодня рубрикой. Поддерживаю. Надо сказать, что Ruins он вообще для любителей почитать. Сразу после первой поимки заветного белого пушистика на экране появится... нет, не литры крови, текст, а конкретно диалог. И по ходу поимки новых прыгающих любителей морковки тексты будут продолжать появляться, тем самым продвигая сюжет вперед, углубляя и расширяя его. Ну а к финалу сложится коротенькая история о человеческих отношениях и об отношениях людей со своими питомцами. Такая вот простая и понятная каждому история, к тому же приправленная великолепной музыкой Шопена. О да, Шопен. Между прочим, приятным дополнением ко всему этому является нелинейность. В диалогах иногда возникают варианты ответов, что позволяет чуть глубже погрузиться в образ. Однако на первом месте все равно остается атмосфера осеннего вечера, когда за окном накрапывает дождь, а на столе медленно остывает чашка недопитого чаю. Ох ты шмакс, да ты романтик, я смотрю. Ну, пока мы тут все не раскисли, предлагаю жахнуть авторитетное мнение по поводу Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Дай угадаю, авторитетное мнение будет от Кирилла Орешкина. От него родного. Так, где у меня тут официальное обращение? А, вот, нашел. Red Orchestra 2, пишет нам Кирилл, ждать стоило сразу после анонса. Оригинал запомнился всем реалистичностью и высокой динамикой. Эдакая противоположность сериям игр Flashpoint и Arma, где все хоть и вроде как взаправду, но вот с динамикой беда-беда. Огорчение. Что? Беда-беда огорчение, говорю. А, ну да. Так вот. Ну, собственно, после релиза мы и убедились, ну, то есть Кирилл убедился, что перед нами, ну, то есть перед Кириллом, во многом тот самый проект, что Кирилл и ждал. Разве что слишком забагованный. А в целом, интересный реалистичный боевик. Без шлюх и Блэк Джека, поскольку шлюхи и Блэк Джек ждут солдат дома. А в Red Orchestra 2 война и только война. Вот такие вот дела. Да уж, хорошо сказал. Ну, а нам пора двигаться дальше и переходить к интересностям. Саша. А? Че? Все, отдых кончился, пора делом заняться. Объявляй, что у нас там по списку. Итак, дублированный трейлер в сотрудничестве с творческим коллективом Кинотан у нас сегодня всего один, но зато какой. Уважаемые зрители, представляем вашему вниманию Макс Пейнтри. Я приехал в Сан-Паулу пару недель назад. У меня есть работенка, Макс. Дельца в самый раз для тебя. Я больше не полицейский. Я взялся обеспечивать безопасность людей, нуждающихся в этом на территории таких городов. Это Сан-Паулу, брат. Здесь весело, хорошо платят. Мы охраняем людей. Все было скверно. Ну, а дальше должно было стать только хуйно. Девушка была похищена. Мы всегда под прицелом. Это не секрет. И вот опять. Под ногами еще одной моей подзащитной земля раскалывалась, обнажая преисподнюю. Словно черепная коробка по хмельным утрам. Эх, Макс, Макс. Что ж ты так опустился-то? Спился вон, на лысо побрился, безобразничаешь. Я? Где? П***ши провокации. Не пью ни грамма и волосня на месте. Да я ж не про тебя. Что ж ты так напрягся-то? Я за Макса переживаю, который Пейн. Уж очень по душе мне были первые части. А, ты об этом? Да, изменился герой, не то слово. Весь Нуар сбрил вместе с волосами. Ой, ну ладно, хорош ныть. Давайте лучше посмотрим новый трейлер Never Dead. Глядишь, и поднимется настроение. Тебя-то я и ждала. Подходи. Моё имя Прайс Белтсмен. Убийца демонов и бельмон в твоём глазу. Я Прайс Белтсмен из УПС. Короче, он охотник за демонами уже пять веков. Ну, плюс-минус пару лет. Ты как в целом, Брайс? Да ничего, умирать пока не собираюсь. А-а-а! Мне просто нравится оттенок оранжево-розового. А твои громкие слова полны гордыни и самомнения. Однако охотники за демонами не могут справиться со всей работой в одиночку. Да, нам становится грустно от одиночества. Вас, мальчик. Моя прелестная правая рука. Лучше бы голову оторвала. Прайс! Там! Снова ты. Пятьсот лет минули. Время тебя пощадило. Да ты знаешь, кто я? Я Ники Саммерфилд, тут пицца. Да, та самая Ники Саммерфилд. Хотя что можно ждать с идиотов вроде тебя? Не повезло. В него угодил мой нож. Ну, случайно, знаешь. Ты убил очередного напарника? Несчастный случай. Что тут такого? Прайс, ты объяснишь мне, какого черта тут творится? Привет, левая. Пришло время покончить с тем, что я начал полтысячелетия назад. Что там происходит? Большой парад демонов. Как мы и ожидали. Если не поджаришься, то ты мне нафиг не нужна. Ага, сейчас убегу. Изменим гомо-тактику. Брайс! Не ждите, идите дальше. Аркадия, прыгай. Что? Делай, что говорю, или я разозлюсь. Нет! Нет! Да, а ничего, так бодренько. Надо бы еще что-нибудь такое. Типа экшен и чтобы с телочками. Ты хочешь сказать боевик? Это ты Кирилла с Яриком наслушался? Экшен-словоурот, экшен-словоурот. Ну ладно, ладно, не принимай близко к сердцу. Подходи лучше, я тебе экшен отсыплю. С телочками? А то ж. Позвольте мне поведать вам о предложении. О засаде. И все из-за Талис. Наша цель – камень, который называют сердцем многих. Сердце в подвале, напичканный бог знает, какими ловушками. Охраняет его наемная армия орлийских рыцарей. Все это в неприступной крепости. И не будем забывать о монстрах, которые ее окружают. Чего же ты ждешь? Ну что ж, а теперь настало время переходить к рубрике модификаций. Я смотрю, у нас на сегодня запланирован рассказ о Стэнли Пэрэбл. Именно. Сразу предупрежу, что мод этот создан для тех, кто любит не только слушать, размышлять и принимать решения, но и для тех, кто хорошо знаком с английским языком. Дело в том, что все происходящее на экране комментируется вполне себе приятным мужским голосом. Он и рассказывает историю, и дает указания, и вообще вводит нас в курс происходящего. Ну-ка тогда ты, Макс, введи нас в курс происходящего своим приятным мужским голосом. В общем, мы узнаем историю Стэнли, работника под номером 427. В один прекрасный, ну или не очень прекрасный, а в общем, в один странный, если быть точным, день, Стэнли вдруг понимает, что здание, в котором он работает, совершенно опустело. Нет ни коллег, ни босса, ни души вообще. Само собой он пытается разобраться в том, что случилось и... Эй, ну хорош рассказывать-то, а то таким макаром всю интригу на нет сведешь. А мы так не договаривались. Да, Глеб, прав, давайте больше не будем об этом. Разве только скажем, что мод выполнен на всеми нами любимом Сурсе и имеет несколько концовок, которые... Так, Саша, ну и ты-то даже, да? С пыли раз ты. Все, прекращайте, лучше пошли по скалке глядеть. Да пошли, не вопрос. Че идти-то? Уже пришли. Как-то так повелось, что уже второй выпуск подряд вся наша рубрика посвящается одному и тому же недавно вышедшему проекту. Ну, оно и неудивительно, в общем-то. Здорово, когда разработчики, помимо геймплея и всего такого, не забывают и о различных финтифлюшках. Финти что? Финтишлюшках? Саша, ну ты вообще. Во-первых, как тебе не стыдно, ты же девочка. А во-вторых, такая шутка уже была в каком-то игрозоре. Ой-ой-ой, подумаешь. Так, ладно, что-то мы отвлеклись. У нас сегодня совершенно эпичное будет путешествие в мир мертвецов. Живых? Ну, и живых тоже. В общем, пасхалочки сегодня из Dead Island. Да, слышал я про такую игру. Ну и что там у нас? Тут такое дело. Материалы, которые прислал наш постоянный зритель и верный дружи Эмиль, они не то чтобы прям трушные пасхалки, но все равно умолчать об этом мы никак не можем. Тем более, что актеры, которые озвучивали персонажей в локализованной версии, тоже не молчали, а высказывали свои комментарии абсолютно смело. Вот только редакторы не сошли нужным это удалить. Итак, начнем вот с такого небольшого ляпа. Ну да, я иногда мог выпить пиво или сглотнуть пару колес. Это ничего не... Это ничто по сравнению с тем, чем меня ширялись. Дальше больше. Если я перестану себя контролировать, то не хочу, хочу... Если я... Если я перестану себя контролировать, то не хочу, по крайней мере, навредить ей. Ну и напоследок совсем эпичный случай. Видимо, актер сам заметил несоответствие текста общему смыслу происходящего, но на это всем оказалось плевать. Стой, почему дверь открывается? Что за фигня? Дай-ка попробуй еще раз. А может быть... Подождите, а может быть не открывается? Черт! О да, комментировать это мы, пожалуй, даже не будем. Да, я тоже так считаю. Лучше давайте посмотрим еще несколько картинок, которые тоже прислала Эмиэль. Знакомая девочка? Ну, тут все понятно. Витя Цой, мы тебя помним. Ну, с этим вот произведением, я думаю, почти все знакомы. А вот это, друзья мои, самое что ни на есть отсылка к фильму. Вернее, к сериалу Walking Dead. Ну и передаем привет пользователю Рустак за нее. Отыскал дружа, молодец. Ну что ж, я думаю, сочная рубрика нынче получилась. Не то слово. Спасибо вам большое за ваши письма, которые я регулярно получаю на свой адрес. Шлиф еще, нам ведь все мало. Так, рубрика Fuck You. И для начала хотелось бы напомнить, для чего она, собственно, нужна. Мы тут как бы планировали обсуждать какие-нибудь насущные вопросы, вами предложенные в комментариях. Так было уже, ну, помните? Актуальные игровые околоигровые темы, интересные мнения. Да, но что-то как-то вы не уловили суть. Ну, рубрика вот только вернулась, так что это, наверное, с непривычки. Так это, что-нибудь надо и сегодня все же пообсуждать. Негоже так просто уходить. Есть что обсудить. Точнее, даже обсуждать здесь нечего, но просто хотелось бы высказаться. Так-так, внимательно. Раз уж речь зашла о насущных вопросах, достали уже всякие тупники. Вот у меня постоянно спрашивают, что мне больше нравится, Call of Duty Modern Warfare 3 или Battlefield 3? А-а-а, действительно глупый вопрос. Конечно же, код. Да? Да нет же. Че, падла? Ну при чем тут? Обе игры я с удовольствием погоняю после релиза. Обе игры заслуживают внимания. Нафига вообще, а тем более сейчас, что-либо выбирать? Резонно. И еще в тему дебильных вопросов. Ребята, Игрозор выходит теперь каждые две недели. По пятницам. Вот вы сейчас смотрите выпуск, гляньте дату публикации, прибавьте две недели. Вот тогда выйдет следующий. Да и с Ретрозором попробуйте уж как-нибудь разобраться, а? Обратите внимание на даты предыдущих выпусков, на тот факт, что выходит передача раз в месяц. Достаньте календарик и сделайте выводы. Мы надеемся на вашу адекватность. Еще что-нибудь? Да не, это, наверное, самое такое. Все уже накипело. Ну, тогда потихоньку начинаем закругляться. И еще раз напоминаем, чтобы вы не стеснялись предлагать свои темы для обсуждения и задавать нам интересные вопросы. Они у вас точно есть, мы уверены. Прямо в комментарии можно писать. Так, куда угодно вообще. Итак, это был Игрозор. И с вами его пережили Максим Кулаков, Глеб Мещеряков и Александр Кост. Но не спешите отключаться. В тему грядущего Игромира мы приготовили для вас небольшой бонус. Ах да! В общем, смотрите и готовьтесь к встрече. Пока! Счастливо! Ага. Ну, че, здорово, сэр! Я наконец-то решил, какие костюмы мы оденемся на Игромире. И пришел показать тебе и нашему маленькому фанату. Ты че, правда, хочешь, чтобы мы оделись черепахами-мутантами? Я считаю, это будет стопроцентный винт. Это нас выделит! Ну да, конечно, выделит прям не то слово. Нас все запомнят как психов. Со ступгейма. Так, психов. Слушай, вам не угодишь. Мы уже не знаем, что придумать. Ну, чтобы запомнилось надолго. И чтоб не жаловались. И хотя на фоне кто-то постоянно ржет, вот призы, которые раздавать будем. Саш, помоги, у меня тут кружечки, печеньки. Ух ты, второй Крузис. Ага, там еще и первый где-то лежит. О, зацените, че я на Игромир-то придумал. Да, че там придумывать-то? Призов побольше и телочек. Немало еще для телочек-то. Ой, да ладно тебе, они в интернете не такое смотрят. Да ты и сама, небось, смотришь. Короче, садитесь давайте. И я вам расскажу самые сочные подробности насчет Игромира. Круто! В общем, мы одеваем все такие костюмы. И делаем живую пирамиду. Ну, че, я придумал нам костюмы. Максим Кулаков! Захово! Так, Максим, и че ты тут делаешь? Ну, ты ж написал в чатике, что не можешь придумать костюм. Ну, теперь, вижу, оденемся, как черепахи-мутанты. Ну, это всяко лучше Санта-Клауса. На Игромире-то он каким вообще богом? Я, между прочим, и сувенирку принес, как и обещал. Помнишь вообще? Кто ржет все время? Слушай, Макс, а ты мне че-нибудь принес? Ну, конечно, принес. Подставляй, лапень. Что? Я хотел дать ему денег, чтобы он купил хоть одну лицензионку в Стиме. Потому что хватит качать с торрентом. Так, ладно, парень, иди поищи там первый крутец. А я поговорю с Сантой и черепахой-мутантом. Блин, все же мечтала такое сказать. Ну, че ты творишь? Слушай, да ты сам в Скайпике жаловался все время. Мол, не знаю, что придумать, им ведь не угодишь. Да, понятно, но я же придумал. А че придумал-то? Ну, типа, как мы оденемся, че там делать будем и все такое. Ну, ладно, может, и фиг с ним с Сантой. Молодец. А вот пусть Макс послушает, что ты придумал, и скажет, че думает. А че, правда, Глеб, расскажи, чего ты там удумал на Игромире-то творить? Небось, опять сплошной ад и садомия? Ну, как обычно. Да, расскажи про ад и садомию. А про телочек? Ну, а как же? Я решил, чтобы точно всем понравилось наше выступление на Игромире, мы все одеваем такие же клевые костюмы и делаем живую пирамиду. Я придумал вам костюмы! Белый костюмы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...